Всем привет друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в первом симуляторе 2022, и у нас продолжается работа на карте Эллен Крик, в общем 18.44, уже вечер, видимо, тучки даже такие вот появились, и у нас 81 тысяча, друзья, вот. А появились эти деньги у нас, как вы помните, продажи теплиц, вот, мы продавали всю продукцию, и у нас появились деньги, плюс мы еще выполнили контракты, короче говоря, поработали мы так сегодня с нами, вот, значит, мы засеяли соевые бобы, вот, на обоих полях, вот, раз поле и два, у нас посеяны здесь соевые бобы. Вот, и плюс, вы помните, Костик что-то там напортачил у нас, когда сеял соевые бобы, и засеял наше 49 поле, то есть тоже, вот, которое не надо было сеять, в общем, вот так я это все облагородил, теперь у нас целена, так скажем. Вот, полностью у нас целена теперь 49 поле, вот, его так просто не засеешь, не вспашешь, вот, так просто, так что, вот, и сегодня мы будем ставить с вами коровник. Вот, давайте же посмотрим, кто у нас есть, какой коровник мы можем поставить. Ну, естественно, я слоняюсь к вот этому вот коровнику за 75 тысяч, вот, и я думаю, поставлю я его где-то, ну, напротив овчания, я думаю, его поставлю. Ну, где-то вот так. Вот, и все. Вот, друзья, мы и поставили с вами вот такой вот коровник, сразу, да, так, сходу. Так, видим, здесь немножко рельеф. Подмяли, да, подправили, но, я думаю, ничего страшного, в любом случае мы этот коровник уже сносить не будем, он у нас здесь будет на постоянной основе, так что, вот, вот, он и рядом с нашей овчарней большой, и расстояние от поля есть большое, вот, плюс у нас еще остается место на какое-то еще, на еще подстроек, да, на еще животных, например, например, лошадей тех же можем потом поставить, да, там, свиней, вот тут, ну, короче, у нас остается место. Вот, вот, и у нас шесть половиной тысяч, давайте смотреть, давайте смотреть, какую корову мы можем взять. Да, ну, тут, конечно, друзья, не разгонишься, да, тут, конечно, друзья, не разгонишься. Так, в общем, нужны деньги, вот, нужны деньги. Так, давайте посмотрим, что нужно коровам. Так, а, животные. Коровье пастбище, ага, пока что не можем посмотреть, да. Вот, ну, в общем, им нужен корм, вода и молоко, сады. А навоз они не делают, да? Так, ну, что навоз не делают, это, как бы, нам все равно, нам главное, что молоко давали. Вот, давайте пока что привезем мы воды. Пока что им всего привезем. Ага, и солома, да, им надо, наверное. Вот у нас просто тут есть, видите, маленькие тюки. Вот, и чтобы измельчить эти маленькие тюки, нам понадобится... Нам понадобится... Нам понадобится, так, животное. Вот такая вот... Прибл... Нет, не такая даже. Так. Для этого понадобится нам вот... В эту машину загружается тюки и солома, которая превращает в подстилку для коровника. Вот, за 36 тысяч нам понадобится вот такая вот фигурина. Фирмы Кун. Примор... Примор... 150-70-Э. Так, ну, я надеюсь, там надо солома? Или нужно? Так, плюс нашим овечкам надо будет занести, завести, поесть. Вот, короче, друзья, дел у нас, как всегда, не в проворот. Так, давайте мы посмотрим, что коров вообще продать за 37-м, нет. 37-м это очень дёшево. Посмотрим. Ага, моносмесь. Вода. Хорошо. Так, ну, у нас, в принципе, поля острова уже созрели. Так что можно будет косить. Так, друзья, и у нас появились задания. У нас появились задания на перевозку. Вот, теперь у нас есть перевозка. Так, правда, я без понятия, что тут написано. Вот, но, полагаю, что-то надо перевезти. Вот, как бы у нас есть техника для этого, да, для перевозки. Так что... Вот, и нам нужны деньги, друзья, нам нужны срочно деньги. Так, мне надо помыть, а не сесть. Вот, нам срочно нужны деньги, чтобы купить коров. И, чтобы... Может, лес спелить это, да? Нет, нафиг. Вот, чтобы купить коров и купить нормальные поля. Ну, как нормальные? Чтобы докупить поля. 39-е, 40-е, 36-е, 38-е, 37-е поля. Чтобы нам купить, нам нужно очень много денег. Так. Вот, плюс нам нужно будет еще отдать кредит. 300... Еще 380 тысяч. Я там отдал немножко без вас. Режесский, руля. Так, сейчас давайте мы... Трактор, а Трактор, анинг. Наши. Режесский. Так, вот, и будем думать, чем нам сейчас заняться. Так, хорошо. Вот, так как я уже говорил неоднократно, что я тюковкой заниматься больше не хочу, так как это дело, ну, во-первых, очень долгое, да, дело, а во-вторых... А, а техника? Так, поле восемнадцать, что у нас на восемнадцатом это поле? А, технику нам не надо? Скорее всего, технику, они думают, что нам не надо техника. Так, хорошо. Так, так же я, друзья, продал весь мёд, ну, вот, вы, в принципе, видите, да, что я всё, всё в основном продал. Так, у нас здесь мёд появляется, вот здесь, конечно, мы можем продать яйца, да, вот эти, но... Не знаю. Стоит ли их так мало, три поддона продавать? Я думаю, ради трёх поддонов не стоит вот этого заморачиваться. Так, что мы можем, друзья, продать? Давайте смотреть. Вот, ну, пшеница, понятное дело, у нас две тонны, ячменька. Так, овёс. А вот овёс уже интересно. Пятнадцать тонн овса, ну, шестнадцать. Золотой венец. Шестнадцать. Свекла. Свекла очень дешёвая. Кукуруза. Что у нас там ещё есть? Подсол. Ну, подсол у них две тонны. Ну, как бы ради двух тонн ездит далеко не охота. Вот. А вот овёс я продал. Поехали, друзья, за овсом. Поехали за овсом, так как, ну, всё равно эти пятнадцать тонн нам особо роли не сыграют. Так что поехали их продать. Сейчас вот эти пятнадцать тонн жмутся на высоте. Закат такой красивый. Вот так же, видите, обещают нам дождик с вами. Да, уже как действительно красивый. Я только по славу. Красота. Красота да и только. И у нас уже будет молоко. Буквально, я думаю, мы в следующей серии... Да, и мы на следующем стриме будем закупать корову. Так, давайте мы это выгрузим. Так, а золотой венец, это ж... Погодите, это где? Долина золотой венец. Это у нас... Это же у нас лод. А, значит, нам и ездить, и ехать никуда не надо, да? Так, погодите. Значит, нам надо арендовать поезд, да? Вот он стоит. Арендовать поезд. Тысяча в час. Так, а если мы отвезем, допустим... Так, на золотой венце самая большая цена. А если мы отвезем на... Корм и зерно... Корм и зерно... Юг. Корм и зерно Юг. Это у нас где? Так, погодите. Корм и зерно Юг. Это же у нас... Восточный зерновых оператив. Так, а где у нас... Плотницкая. Вот. Я думаю, давайте, наверное, мы сюда отвезем. Вот. Только сейчас тысячу потратить. Да, или сколько там. Так. Шмидцедичный овец. На цепочку поехали. Так, и у нас там остается еще один... Ну, я думаю, вроде тоже мы будем ездить. Все, поехали. Я, конечно, знаю, где это. Это мы можем поехать. Знаете-ка. Это мы можем сейчас вернуть направо. Давайте мы сейчас вернем направо. Потом налево, да? Да, я думаю, так будет быстрее. Вот, я думаю, так будет гораздо быстрее. Детально пока что-то не хорошо. Не будем следить предполитет. Так, вот это желаем. Форум и зерно в юг. Это же нот. Да, это она. Так, мы смотрим на денежки, как нам капает. Заполняем прицепки, как все 15 тонн. Заполняем прицепки, как все 15 тонн. Так, вот это уже 10 тысяч тонн. я никак не вернулся рекламка машина чья то так 13 тысяч четырнадцать тысяч пятнадцать тысяч девять тысяч мы с вами за пятнадцать тонн получили друзья это же реально круто просто пятнадцать тысяч так ну ради той тонны я не вижу смысла ехать никакого вот мы бы еще дороже получили если люди не дали не так отлично и сейчас мы уже можем как бы закупать коровы хотя бы хотя бы двух буренок двух коровок нам бы прикупить сейчас по-хорошему и 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 на и и Ставим сюда. А, фары. Вот фары мы выключим. Так, что же, друзья. Покупаем наши бурёнок. Покупаем коровок. Вот они, наши бурёнки. Кстати, друзья, я реально хочу вот так сейчас залезть. И просто сфотографировать это не было. Просто, друзья, красота. Красота неописуемая. Как же красиво. И мы под вот такую вот вечернюю красоту покупаем коровки. Так, значит, друзья, мы берём, естественно, возраст 0 месяцев, да? Так, выбрать. Ну, давайте 2. Погодите. А если мы выберем вот такие? Ух ты, нет, спасибо. Вот мы берём начальные коровы. То есть, 3 таких, да, возьмём. 750. Так, длинная... Давайте так. Длинная порода использует производство молока. Коровы любят траву. Сено и моносмесь. Также им потребуется вода. Это телёны. Это телёны. Здоровье животное. Старше 18 месяцев способны размножаться. Так, хорошо. Старше 18 месяцев. Так, друзья, давайте мы выберем одну вот такую вот корову, да? Одну 18 месяцев с возрастом. Минус сразу 1500. Вот. И остальные будем покупать новые. То есть, соответственно, 2 таких ещё купим. Ангус. Так, данная порода выращивается на продажу и приносит прибыль. Так. Прибыль. Значит, эта корова, она прибыльная. Да? То есть, у нас 3 таких давайте и 3 таких купим. Так, далее. Длинная порода выращивается на продажу и приносит прибыль. И давайте ещё 3 вот таких. Вот они, друзья. Наша первая коровка. Минус 1050. Новая скорость. Что ж. Так. И теперь давайте смотреть, что ж нужно нашим коронам. Так. Тена, моносмесь, трава. Вот так. Ну, мы сейчас, друзья. Соответственно. Я, скорее всего, или возьму в аренду, или... Так. И давайте мы пока что им привезём воды. Вот. А уже, я думаю, на стриме будем, так скажем... Даниматься коровкой. Вот, друзья. Наши первые коровы. Поздравьте нас. Наши первые коровки. Сейчас, когда нам это всё дело, накипеть. Так, скорее всего, нам никак не прицепить, да, это всё дело. Повис. Да, конечно. Так, ну, сбрасывать, естественно, мою технику не будем, это, да. Вот самое интересное, друзья, как нам... Так, отличие. Давайте мы, наверное, перегоним... ...это трактор. И попробуем им что-нибудь сделать. Веселье начинается. Веселье начинается, так. Прицеп, что здесь вообще-то забыл. Прицеп, пускай, здесь пока что-то побудет. Так, поехали. Ну, друзья, мы долго шли к этой цели, купили коров. И это прекрасная новость. Так, отлично, всё. И, наверное, с помощью нашего этого трактора больше не понадобится. Нет, летать больше не понадобится. Отлично, тогда мы отвозим наш трактор домой, на базу. Вот, и я так рад, что мы, наконец-то, приобрели, друзья, с вами коров. Просто не себя, отчасти. Ну, а теперь за ними нужен ещё и уху. Вот, то есть им нужна моносмесь. Им нужна... Ну, моносмесь, само собой, мы будем делать. Вот, как же без этого, друзья. Ну, коровки. Так, кажется, сюда, по-моему. Трактор. Так, вот, стой, куда ты мотаешь. Вот они, наши коровки. Тишо. Вот они, наши коровки. Такое мычание хорошее прям. Мне нравится. Так. Хорошо. Давайте мы им воды. Я уверен, что они воды очень много сейчас сожрут. Просто... Массу воды они сейчас сожрут. Вода. Ещё скажите, что сейчас вам надо ещё будет. Нет, воды им хватило. Только, как я и сказал, они почти всю воду за раз. Так, хорошо. Вода 6 тонн. Вода хорошо. Сено и трава. Ну, сено мы с вами арендуем-то нашу эту фигуру, да? Сеном-то не вопрос. Так, давайте мы кого-то так, постоянно. Вот, хорошо. Так, мне нам-то не вопрос. У нас вопрос только одно. Так, хорошо. Надеюсь, и... Так, друзья, ну вот, в принципе, и всё. Вот, в принципе, наши коровки. У нас 9 коров. А давайте, друзья, мы докупим до полного, да? До полного счастья мы докупим коров. Мы ещё вот такую не покупали. Так, данная корова используется для молока. Так, молочную давайте корову тоже 3 штуки, думаю, возьмём. Итого 12 тук, 12 коров. 12 коров, да? Прекрасно. Вот. Два овчарника. Один большой коровник. Ну, как большой? Нам до большого коровника, друзья, ещё с вами очень далеко. Но я не планирую большой прям такой покупать за... За 700 тысяч. Нам его просто сюда некуда просто ставить. Этот большой огромный коровник. Вот такой коровник для нашей фермы, я думаю, в самый раз. То есть... Плохо, что животные... Животные не отмечают. Да, не отмечают. Это фигула. Ну что ж, друзья, я на этом буду прощаться. Встретимся с вами мы в следующей серии, в следующей части. Вот, на стриме продолжим работать. Будем, короче говоря, ухаживать на машине. Как он в каме? Вот у нас 12 коров. Я в них себя от счастья прямо аж прыгаю. Естественно, тут что-то, видите, сделаю ландшафт. Так вот. Угорочек. Вот они, наши буреночки. Вот они, друзья. Так, хорошо. Хорошо. Ну, все, друзья, в принципе, на этом я буду прощаться. Встретимся с вами в следующей серии. Вот. Будем продолжать работать. Естественно. Вот. Я в ожидании, что мы закончим скоро здесь наше фермерское хозяйство. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы здесь заканчивали. А на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok